Все успешные люди состоялись, так как они нашли свою идею на миллион о том, как развивать бизнес на территории Нейнского округа, какие проекты можно реализовывать, как начать свое дело и на какую поддержку можно рассчитывать. Об этом в эфире вам будут рассказывать эксперты. И сегодня я приветствую гостя. Студия начальника информационно-консультационного отдела микрофинансовой организации Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Нейнского округа Виктора Чуклина. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Как я сказала ранее, ваша организация оказывает поддержку предпринимателям, и об этом мы рассказываем в рамках нашей программы «Идеи на миллион». В частности, одна из мер поддержки – это предоставление уже готовых проектов, за которые, в общем-то, только приходи и берись. Давайте сегодня подробнее поговорим о тех проектах, которые уже подготовлены для реализации предпринимателями Нейнского округа. И предлагаю начать с такого, наверное, насущного, актуального для нашего региона – это частный мини-детский сад, либо просто частный детский садик. Расскажите, как шла работа над разработкой этого проекта? Ну, работая власть одним из экспертов фонда, при этом привлекались, конечно же, мнения других экспертов, тех, кто работает в фонде. У нас принято метод такой работы, что отдельный проект поручается отдельному лицу, эксперту. Он, значит, уже собирает необходимые сведения для формирования проекта, вот, и затем уже интересуется мнением других экспертов, тех, в том числе, которые работают в фонде. Может быть, также привлекает экспертов со стороны, то есть интересуется у общественности, в том числе о возможности реализации данного проекта. Вот, и создает экономическую модель. То есть нельзя сказать, что это стопроцентно готовый, там, до болтика просчитанный проект. Не всегда это так. Чаще всего это именно экономическая модель, которая позволит судить о том, возможно ли реализация того или иного проекта на территории Нинецкого округа. Или какие необходимо соблюсти условия, чтобы данный проект мог существовать. Вот пока этот проект остается в свободном плавании, на сколько процентов он разработан и готов к реализации? Вот вы говорите, что не всегда прямо до винтика, до болтика разрабатываются проекты. Ну, почему не до винтика и не до болтика? Потому что я могу пояснить, что ведь за проект берется не эксперт, проект реализует потом предприниматель. И у предпринимателя может быть свое мнение, свое видение реализации данного проекта, какой-то свой индивидуальный подход. Но основные критерии, основные индикаторы, они уже заложены в данный проект, в данную экономическую модель. И уже следуя этим индикаторам, предприниматель сможет выстроить свой проект, может быть, более подробно, потому что в данном проекте мы не прописываем цвет мебели или покрытие полов. Ну, или материалов, которые будут состоять. Да, материалов, которые состоят. Мы этого, чаще всего это не прописывается, но прописывается перечень необходимого оборудования, перечень, допустим, если мы коснемся частного детского сада, о котором мы сейчас коснулись с самого начала, то там прописана, например, необходимая площадь, какие-то требования, которые необходимо соблюсти, естественно, объем финансирования, который необходим для реализации данного проекта, в том числе первоначальные инвестиции и затем уже размеры затрат, расходов и прочее на содержание данного учреждения. Ну, то, что, в принципе, всегда изначально делают предприниматели, если хочешь взяться за дело, так вот расскажите тогда, какие вложения нужно совершить предпринимателю, чтобы этот садик открыть? Ну, вообще, садик садику рознь. Ваш проект конкретный? В нашем проекте предусматривается введение двух групп. Общая численность детей, которые будут, ну, предполагают, что должны посещать данный детский сад 25 человек. Ну, то есть, грубо говоря, разбито на группы 12-13 человек. Естественно, детский сад есть детский сад, там должна быть обязательно образовательная программа вестись, да, то есть, должны быть работать квалифицированные специалисты, воспитатели, должно быть свой методист, ну, вот, для разработки программ. Объяснены должны быть эти условия. Вот. И, естественно, это накладывает отпечаток на численность штата и соответствующих затрат. Ну, скажу сразу, что в данной экономической модели предусматривалась и аренда помещения, и первоначальные затраты. Скажу сразу, что предпринимателю необходимо рассчитывать, вот, стартовый, грубо говоря, капитал. Это полтора миллиона, это только на необходимое, приобретение необходимого первоначального оборудования и, там, детская площадка в том числе, потому что детский сад без этого не мыслим. Вот. И, естественно, соответствующих обучающих каких-то игр, обучающих тренажеров и прочее, то, что применяется в детских садах. Соответственно, стоимость сейчас немаленькая, как мы посмотрели. Вот. И то есть полтора миллиона, так скажем, это вот то, чтобы приобрести имущество. Остальное, аренда, оплата, заработные платы, выплата и прочее, это тоже порядка полутора миллионов, которые надо будет взять в кредит, заимствовать, так скажем, у кого-то. Сразу скажу, что сейчас у нас органы власти, в частности, Департамент финансовой и экономики ЕСКО, работает над тем, чтобы, ну, то есть они уже, в принципе, провели эту работу, вот, над тем, чтобы у предпринимателя, который захочет реализовывать данный проект, была возможность получить полтора миллиона, вот эти стартовые полтора миллиона, от государства в виде гранта. То есть уже можно сказать, что у человека будет какой-то данный старт. То есть вот если он примет участие в конкурсе, где разыгрываются гранты? Да, 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 где в конкурсное предоставление грантов, то, безусловно, ему, у него будет возможность, если этот проект, по мнению конкурсной комиссии, окажется достойным. Понятно, что в проекте будут учтены и иные детали, не те, которые отражены в экономической модели. Вот, их будет рассматривать. Естественно, предполагается и наличие какой-то, возможно, презентованной компетентности, то есть, может быть, представление, сведения о профильном образовании, прочего предпринимателя, который организует это дело. Вот, может быть, ему удастся подтвердить и наличие специалистов каких-то, знакомств, еще что-то. Ну, чей проект лучше? Понятно, а тут кто-то победит. Вот вы сказали, что полтора миллиона, как минимум, нужно будет взять в качестве кредита, ну, если получится в качестве гранта, да, который, в общем-то, не надо будет возвращать при успешной реализации проекта. А если это кредит, человеку нужно будет вернуть кредит? Безусловно. Да, безусловно. Следовательно, какой должна быть цена посещения этого садика, и посильна ли она для родителей будет? Ведь надо еще и зарплату платить. Да, я хочу сделать уточнение, что помимо гранта полутора миллионов, надо будет еще провести заимствование. А, то есть это еще три, то есть получается. Да, 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 то есть три. Ну, это посчитано, так учтено в нашей экономической модели. Предприниматель при рассмотрении, да, и создании своего проекта, он, конечно, может в каких-то сферах и не замахиваться там на большие какие-то траты, может где-то и сэкономить, и может быть даже снизить эту сумму, сумму кредита вдвое. То есть такой вариант тоже возможен. Вот, но не знаю, как это может сказать, скажется ли это на качестве услуг предоставляемых, потому что это очень важный момент в данной сфере. Вот, ну, безусловно, то есть здесь уже все зависит от предпринимателя. Как он проработает этот проект, как предоставит, вот, какой проект представит, и получится ли у него это сэкономить. Вот, что можно сказать об оплате? Ну, в проект заложена оплата 26 тысяч рублей в месяц за ребенка. То есть родители должны будут такие деньги выложить. Ну, вот дешевле няню нанять, чем в такой садик отдать. Сразу же могу сказать, что в чем особенность детского сада. Потому что, например, если провести аналогию, отдавая или нанимая няню, мы, няня, не гарантирует предоставление начального уровня образования, да, образования, дошкольного образования. Она этого не предоставит. И те родители, у которых сегодня есть возможность, ну, можно сказать, оплатить данную услугу, вот, отдать ребенка в платный детский сад и заплатить 26 тысяч, они, конечно же, могут рассчитывать на получение как бы определенного уровня дошкольного образования, да, их ребенку. То есть дошкольное образование, оно должно предоставляться детям от трех лет. Сегодня ситуация на рынке, так скажем, детских садов, да, очереди такова, что по нашим данным около 1800 детей сегодня нуждаются в обеспечении местами в детских садах. При этом мы знаем, что недостаточен сегодня фонд вот этих вот мест, и как раз проект частного детского сада, это такое наболевшее, да, сегодня. Не только у нас, не только в нашем регионе, во всех регионах об этом говорят, что это необходимо, необходимо обеспечить местами детей. А ввиду того, что, ну, проведя анализ, мы знаем, что с чего-то же формируется средняя зарплата по региону, да, и то есть помимо каких-то, к сожалению, там низких заработных плат, у нас есть специалисты, которые получают достаточные средства, чтобы не особо, так скажем, эксплуатировать свой семейный бюджет, они могут позволить себе ребеночка за 26 тысяч в месяц отдать. При этом они знают, что мама будет не занята дома, да, с ребенком сидеть. А она сможет также осуществлять трудовую деятельность, может быть, даже поддерживать свою квалификацию, да, не терять этого образования, и перевести, ну, то есть, может быть, даже еще и дать ребенку вот необходимое образование в детском саду. А можно как-то удешевить посещение ребенком детского сада? Ну, вот на данный момент, когда прорабатывали экономическую модель, значит, разрабатывалось много вариантов, много возможностей. Навстречу нам пытались идти из департамента образования. Они, безусловно, отдали, значит, со своей стороны пытались найти средства, изыскать средства, чтобы субсидировать, значит, часть затрат родителей, да, компенсировать. Вот. Сейчас, на данный момент, насколько мне известно, единственная возможность, которая есть, это сохранить выплаты родителям, которые не отдали ребенка в детский сад, родителям неустроенных детей. После трех лет, значит, им предоставляется выплата в размере 6 тысяч рублей. Вот. Сохранить эту выплату. То есть, грубо говоря, родители отдают ребенка за 26 тысяч, да, но 6 тысяч им все равно сохраняется, и в результате эта цифра в результате в 20. Безусловно, возможность компенсации каких-то, она, я полагаю, сохраняется, то есть, иметь в виду, это все будет зависеть от бюджета. Каков будет бюджет. Вот. Но если данный проект будет реализован, я полагаю, что он уже несет в себе положительный, очень большой положительный аспект, хотя бы в том, что 25 детей будут устроены в детский сад, будут туда ходить, и 25 же мест будет свободно доступно в бюджетном, в детский сад, то есть в государственном учреждении. Я думаю, стоит отметить важный момент, вот тот детский сад, который предложен, он на какое, на время посещения какое рассчитан, там, кратковременное, либо вот с утра до вечера, прям как полноценный садик? Ну, безусловно, полноценный детский сад, он и подразумевает полноценное там посещение. Просто есть группы кратковременного пребывания работают у нас. Ну, группы кратковременного пребывания, те, что реализуют некоторые предприниматели, сейчас, у них там наложены некоторые ограничения. В частности, ребенок там может находиться не более 4 часов, он не сможет там поспать, он не может там поесть. То есть, кормление там тоже исключено. И, то есть, полный день он там находиться не сможет. Здесь же детский сад, но есть детский сад. Ребенка привели, отдали, ребенку предоставлено все необходимое, в том числе и сон, и питание. И скажу, что, так скажем, реализация проекта детского сада, частного детского сада, она не освобождает предпринимателя от соблюдения всех необходимых норм. То есть, требования там, единственное, что там требования гораздо более упорщены по помещениям, поиску помещения и некоторых там моментов, да, отходит. Но отношение к детям и предоставление необходимых услуг, это, конечно же, ничем от других детских садов не отличает. Вот смотрите, насколько мне известно, чтобы открыть детский сад, нужно иметь помещение. Это не подвальное помещение, это не квартира на пятом этаже, например, если и может быть только первый этаж, либо частный дом. У нас трудности с такими помещениями в городе, это не секретно для кого. Как тогда открыть, построить свой дом или что сделать предпринимателю, чтобы этот проект реализовать в конце концов? Вот, пожалуй, как раз мы подошли к тому, да, небольшому камешку, который мешает свободно двигаться предпринимателям. У нас действительно большая нехватка площадей, в том числе тех самых жилых площадей, в которых можно организовать детский сад. Вот, безусловно, проект данный, он, ну как сказать, он запущен в свободное плавание. Кто готов его реализовать, да, тот может его реализовать. И это вовсе не означает, что реализовать этот проект должен, может, только один какой-то предприниматель. Это же, это рынок, то есть могут все взяться. Если у кого-то есть жилое помещение, соответствующее нормам, тем нормам, то есть предприниматель, прежде чем организовать данный проект, он должен, наверное, знакомиться с этими. Нормами, требованиями к помещению, да, к организации. В общем, безусловно, у кого есть частный дом или там квартира на первом этаже, но необходима ведь еще и игровая площадка, то есть идеальный вариант. То есть квартира, это уже автоматически отпадает. Да, но представьте себе, долго ли сможет предприниматель реализовывать там свою деятельность, если детской площадки у него нет, возможности выгуливать детей нет, да, и, в общем, достаточно еще, некомфортные условия пребывания детей, это сама по себе лесничная площадка, наличие в подъезде других граждан, которые могут предоставлять ту или иную опасность для ребенка. Безусловно, это накладывает некоторый отпечаток. Ну и какой же должна быть квартира, чтобы открыть этот садик? Ну, хорошо, если бы это был коттедж, ну, которых здесь, конечно, немного, да, но где есть выход в свой небольшой дворик, там определенный, ну, желательно, чтобы он был, конечно, не совсем небольшой, а он был определенный... Отвечающий нормам. Да, отвечающий нормам, чтобы там можно было поставить игровую площадку, вот, чтобы детям было где играть. Вот, сложности в этом есть. Может быть, если у кого-то есть частный дом, да, то есть вот инвестировать определенные средства для переустройства, переоборудования частного дома, это тоже определенные средства, да, деньги. Может быть, кто-то не захочет организовывать детский сад, но он может предоставить в аренду помещение, ну, допустим, если есть люди, у кого есть частный дом или там так называемая квартира, которая отвечает всем условиям, и он может ее переоборудовать, и есть параллельно ему где жить, то есть одновременно, да, с этим. Где жить, он может, конечно, этот дом предоставить под частный детский сад, его эксплуатацию, то есть недвижимость не будет пустовать, она будет приносить деньги. Ну, тут еще возникнет сложность с обустройством кухонного помещения, если речь идет о том, что дети будут там и завтракать, и обедать, и ужинать, и обустройством спальных мест. Понятно, что очень много трудностей, и я думаю, что тот человек, который решится, все-таки заняться этим делом, будет настоящим героем. А просчитывался срок окупаемости такого проекта? Срок окупаемости такого проекта, безусловно, он просчитывался, вот, ну, на прибыль данный проект может выйти уже через 10 месяцев, то есть на самоокупаемость, да, при соблюдении определенных условий. Ну, безусловно, это посещаемость, да, то есть на наличие детей, это, может быть, определенная арендная плата, та, которая сейчас сохраняется на уровне 150 тысяч рублей в месяц. Ну, вообще, насколько я понимаю, она может доходить и до 200 тысяч. Арендные платежи достаточно высокие. Да, представьте себе, что требования к помещению избранные от 200 квадратных метров. Ну, снять такое жилье, арендовать такое, конечно, помещение, это стоит денег. Вот, а вообще, вот, просчитанная нами экономическая модель, она показала то, что данный проект может иметь место, он может существовать, он будет жить, он будет предоставить рабочие места воспитателям, да, методистам и нянечкам. Вот, и он же сможет принести доход предпринимателю. Никто не говорит сегодня, что это настолько успешный проект, что предприниматель, только вложив в него деньги, сразу же получит какой-то большой доход. Нет. Но надо понимать, что это как раз подойдет тем людям, кто достаточно терпеливый, любит детей, да, видит себя в этой отрасли, готовы заниматься этим не один год. То есть выгоды здесь не на первом месте финансовые? Совершенно верно. Выгоды, ну, как сказать, кто как расценивает финансовую выгоду, да, ну, то есть проект будет жить, так скажем, если к нему подойти по всем правилам, соблюдать и что-то в нем делать, менять, подстраиваться под рынок, проект будет жить, проект будет приносить какую-то прибыль. Ну, естественно, это будет, ну, доход не заоблачный. Ну, вот оценивался опыт других регионов при разработке проекта такого детского сада, насколько успешны частные детские садики в подобных субъектах работают нашему? Я не говорю про большие города, там совершенно другая специфика, это и понятно. Вопрос про подобные субъекты. У нас, можно сказать, что подобных субъектов, если вот так взять, их нет. Ну, северные регионы. У нас особенный, у нас в этом плане субъект особенный, ну, если их, допустим, охватывать северо-запад, везде свои условия, везде свои, там, цены, стоимость, еще что-то. Но я скажу сразу, что есть опыт семей, где, кстати, я интересовался, мы читали материалы, где инициатором является, как ни странно, мужчина, и это не редкость, когда созданием детских садовок в предприятиях являются мужчины. Вот инициатором проекта является мужчина, и на сегодня они, по-моему, если я не ошибаюсь, они, конечно, начали свою деятельность из достаточно такого оживленного региона, Самарской области, но разошлись по... Сами стали... То есть у них не один детский садик, они стали это дело развивать, и уже сейчас, на данный момент, у них несколько детских садов, более того, они продают франшизу, реализуют ее, то есть это тоже один из вариантов реализации. Ну и самый популярный сейчас. Да, сейчас самый популярный, потому что никто же не говорит, что если мы... Вот хотелось бы обратить внимание, что если мы находимся на крайнем севере, в Нарьенмаре, где незначительное количество людей, то мы тоже не можем этим заниматься. Просчитанный проект, просчитанный, который живет уже там более трех лет где-то в глубинке, он будет, собственно, востребован как раз в таких вот глубинках и маленьких регионах. И если предприниматель подойдет к этому более творчески, он тоже может, в принципе, реализовать вот как раз франшизу и продавать эти проекты. Почему нет? Вот я, кстати, сейчас задумалась, возможно, у наших предпринимателей появится вопрос, а могут ли они в конкурсе грантов участвовать на покупку франшизы, либо гранты не предусматриваются на подобные цели? Ну вот, например, по детскому, частному детскому саду купить франшизу, открыть? Ну почему же? Они могут приобрести, ну то есть приобретение франшизы может туда входить, то есть это методические разработки, приобретение необходимого материала. То есть вообще, если честно, грант, конечно, он дается на приобретение материальных каких-то средств. Я бы рекомендовал, конечно, предпринимателям в первую очередь оценить франшизу и, может быть, изыскать для них, для франшизы, другие средства. Почему? Потому что покупка франшизы – это только начало. С другой стороны, те, кто занимается франчайзингом, они же, как говорят, мы вам даем уже проверенный, успешный проект, только вот берите и реализуйте. Мы вас обеспечиваем, грубо говоря, всем, научим. Беспроигрышный вариант. Вот насколько верить тогда получается? Я бы не стал на 100% доверять, если мы возьмем, например, частный дисксад либо парикмахерскую, еще что-то, какой-то проект. Нам предоставляют выверенный проект. Они говорят, что мы вам все предоставим. А что все? Где помещение? Где мебель? Она туда не входит, стоимость этой мебели. Где соответствующий кадр воспитателей? Их тоже там не будет, они их не привезут, они их не поселят. Они научат местных. Со своей стороны, да, может быть, ну, предоставляются в том числе и такие услуги, но, как можно сказать, научат. Сегодня есть достаточно много курсов, есть специальные государственные учреждения, которые обучают специалистов, у которых есть необходимый минимум. Ну, может быть, если это какое-то определенное направление, там, методика какая-то, да, то есть которых сейчас достаточно много разработано, вот, то, ну, наличие методики, я, конечно, может быть, выскажу, это мое субъективное мнение, да, но все-таки наличие какой-то методики, оно может даже несколько отпугнуть наших граждан. Какое представление у родителей? Отдать в тот детский садик, где ребенку не навредят. Понятно, любой родитель переживает. Да, безусловно. И сегодня, то есть если у вас в садике реализуется, вы скажете, что у нас все соответствует обычной госпрограмме, у нас те методики, которые во всех детских садах есть, но только у нас, грубо говоря, высший класс воспитателей, лучший подход и детишкам нравится, то, безусловно, я бы, честно говоря, отдал туда. Может быть, если какая-то методика, я пока, так скажем, глубоко в это дело не вникал, но если есть какая-то распространенная методика, которая у всех на устах, безусловно, туда пойдут. Но я пока прям так от всех этого не слышал. Понятно. Ну вот, подводя итог теме детского сада частного, стоит отметить, уже были предприниматели, которые интересовались этим проектом, либо пока никто не проявил такую инициативу? Интерес есть. Есть, да? Я скажу так, что даже радует то, что к любому проекту, любой экономической модели, которая у нас разрабатывается, прорабатывается, возникает определенный интерес. Вот. И детский сад – это не исключение. Есть те, кто рассматривает реализацию этого проекта как некоторый нишевой проект, да, то есть в настоящий момент детских садов, частных у нас в округе нет. Вот. И люди рассматривают именно с этой стороны. И возможность там проведения какого-то реализации вот этого проекта, да, и, так скажем, взять, занять эту нишу как можно больше. А есть те, кто считают, что это их призвание. Просто их призвание быть с детьми, то есть дать что-то детям. Им интересно подойти к этому вопросу более творчески и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, это опять же такой эксперимент с детьми, на мой взгляд, можно ли так вот? Ну, я бы не сказал, что частный детский сад – это прям эксперимент. Нет, ну вот вы говорите, который имеет вроде бы потенциал, хотел бы попробовать. Хотел бы попробовать. Ну, смотрите, ну, из тех, кого я знаю, да, например, один из людей, это один из тех, кто заинтересовался, это человек с опытом работы с детьми, это человек с педагогическим образованием. Вот. Ему просто… Он был занят в иной сфере, ему близка сфера детей. Ну, в том числе близка сфера детей, детского образования, дошкольного образования. Вот. И его, как бы, видение, ну, то, что как раз прозвучало как эксперимент, да, экспериментирование, это как раз его видение в том ключе, чтобы постараться повысить качество услуг. То есть сегодня он видит этот потенциальный, так скажем, да, клиент, ну, будет, конечно, неверно сказать клиент, а потенциальный предприниматель, да, вот тот, кто будет реализовывать это. Проект, он сегодня видит недостаточный уровень подготовки в детских садах, в некоторых детских садах, да, нашего города. Да. Он этот уровень видит и хочет вывести на качественно новый уровень. Вот. Ну, конечно, было бы неверно сказать, что у нас во всех детских садах происходит. Ну, да, да. Я лично знаю очень неплохих педагогов, воспитателей, которые… У меня старшего сына воспитали замечательные, были воспитатели. Да, да, да. Уровень у нас есть в детских садах. Есть уровень. Воспитателям надо сказать большое спасибо. Они очень много уделяют сил, средств своего личного времени, чтобы развивать детишек, давать им все необходимое. Вот. И вот здесь еще один момент, к какому мы переходим, это, конечно, кадры. Вопрос, где взять кадры, да. То есть можно обучить самим, да, то есть в том числе и по франшизе, например, то, с чего мы коснулись. Можно взять действующего. Вот. Последний вариант, мне кажется, наиболее привлекательным. Больше, наверняка, у нас достаточное количество воспитателей, которые могут сменить даже государственные учреждения на частные при той работе. Но смотрите, какие риски, если оценивать с их точки зрения, да. Если воспитатель уже отработал, так скажем, да, определенный период и вышел на пенсию, почему бы нет? Если воспитатель сегодня, сейчас активно использует методики, работает в детском саду, получает достаточно достойную заработную плату и работает в том учреждении, которое уже доказало свою стабильность, да, и оно не закроется, конечно, у этого воспитателя, то есть вопросы, да, он не будет менять. Вот. Поэтому в данном случае, я думаю, необходимо пойти несколько дифференцированно, да, то есть взять и молодого воспитателя, который будет обучаться от более старшего, более опытного воспитателя. И в данном случае можно выстроить вот такую модель, да, коллектива. Энергия, опыт. То есть, мне кажется, это будет наиболее положительным. У нас остается буквально несколько минут до окончания эфира. Те предприниматели, которые, возможно, сейчас послушав нас, решили, да, я буду браться за это дело. И вначале вы говорили, что можно получить от микрофинансовой организации фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантии Ненецкого округа в качестве гранта полтора миллиона рублей, еще полтора миллиона можно взять в банке. Ваша организация готова выступить гарантом перед банком для этого предпринимателя? Я хочу сразу же немножечко поправить. Гранты предоставляет департамент финансовой экономики. То есть, те конкурсы, которые на данный момент проводятся по поддержке, да, это выдача субсидий, субсидирование деятельности, части затрат предпринимателя, субсидирование части затрат лизинга, и в том числе, а также предоставление грантов, это все департамент финансовой экономики. Это они предоставляют деньги, они поддерживают финансового предпринимателя. Что касается гарантий. В настоящий момент у нас нормативная база приводится в порядок, осталось совсем немного, но если на данный момент это будет реализовываться сейчас, этот проект, то предпринимателю придется здесь, конечно же, самостоятельно проводить какие-то действия. Ну тогда конкретно когда вы сможете выступить гарантом? В следующем году? Ну да, скажем так, в следующем году. Что ж, на этой ноте, такой достаточно оптимистичный, мы с вами закончим нашу программу, и вас благодарю за то, что вы приняли участие в программе «Идеи на миллион». Всего доброго, увидимся, до свидания.